В Каспийске в торговом центре Пир вспыхнул пожар, который охватил площадь 700 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб были в срочном порядке направлены к пылающему зданию. Парк имени Сулеймана Стальского получил вторую жизнь. В Махачкале завершился второй этап реконструкции бульвара имени народного поэта. Хасавюрт, как и раньше, должен стать самым религиозным городом в республике, отметил муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди на встрече с преподавательским составом медресе имени Абдулхамида Юсупова. Духовный лидер также принял участие в открытии мечети. Обычно сдержанные серьезные судьи предстали в новой роли. В Махачкале подвели итоги мини-футбольного турнира среди сотрудников судебной системы. Играли восемь команд. А кто вышел победителем, узнаем в спортивном блоке. Накануне в Каспийске в торговом центре ПИР вспыхнул пожар, который охватил помещение площадью 700 квадратных метров. По данным Главного управления МЧС России по Дагестану, горение продолжалось почти семь часов. Позже стало известно, что пожар начался на втором этаже, по словам очевидцев, в магазине игрушек. К пылающему зданию были в срочном порядке направлены сотрудники экстренных служб. Прокуратурой республики организована проверка в связи с возгоранием торгового комплекса в городе Каспийске. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдения требований пожарной безопасности. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования. В ликвидации участвовали более 70 специалистов. Трое из них пострадали и были госпитализированы. У одного из них ожоги, у двоих других термоингаляционное поражение первой степени. Завершился второй этап реконструкции парка имени Сулеймана Стальского. Высажены 300 деревьев и 250 тысяч цветов. Обновлена инфраструктура с учетом создания доступной среды, а также построены новые объекты. Готовность парка к открытию проверил глава города Юсуп Умавов. Напомним, что реконструкция проводилась в два этапа. В ходе первого, завершенного в середине мая, была полностью заменена тротуарная плитка. Обновлено освещение, установлены новый фонтан, скамейки, урны и другие малые архитектурные формы. В день торжественного открытия парка запланированы культурные и спортивные мероприятия. В десяти домах Махачкалы обновили лифты на 115 миллионов рублей. По данным Дагестанского фонда капитального ремонта, работы начались весной этого года и охватили дома по шести улицам. Всего в этом году заменили 35 лифтов, из которых 31 в Махачкале и 4 в Кизелюрте. Основной критерий – это срок службы лифта. Чем старше лифт, тем раньше проводится его замена. Планируем мы до конца года дополнительно включили еще шесть лифтов, планируем еще шесть лифтов заменить. Получается, 41 лифт мы в текущем году будем иметь. Вернее, будет заменено. Как отметили в ведомстве, установленные лифты отечественного производства на практике доказали свое качество. В Махачкале завершили ремонт дороги на улице Атланаульская. На участке длиной 500 метров завершены основные работы по подготовке основания проезжей части. Установлены бордюры и тротуары. Уложен нижний слой асфальта, подняты люки на уровень верхнего покрытия. В настоящее время укладывают финальный слой асфальта. В процессе работы были учены все пожелания и просьбы жителей улицы Атланаульской. Все работы в соответствии со смертной документацией будут завершены до 10 числа текущего месяца. Отметим, что в связи с многочисленными обращениями улица Атланаульская была включена в этом году в национальную программу «Безопасные качественные дороги». Накануне муфти Дагестана шейх Ахмат Афанди прибыл в город Хасаюрт. Здесь он принял участие в Мажлисе по случаю открытия после реконструкции мечети имени Умара. Духовный лидер поздравил горожан с этим знаменательным событием и пожелал всем блага и процветания. Вот эта мечеть, если бы построили бы мы нашими своими силами, мы бы у кого-то пару рублей собрали бы и десятилетиями бы строили. А сейчас, видите, Аллах Всевышний дал возможность материальной стороне нашему дадо. И Аллах дал желание, мысли тоже дал. И без труда, и мы вообще не переживали, и реставрировались сами, и построились сами. И какие условия здесь вокруг созданы, мы все видим. За это, в первую очередь, благодарим Аллаха, и в вторую очередь, Ему тоже мы благодарны. И дай Аллах долгие лет жизни, чтобы родители и предки были довольны. Также в рамках этой поездки Ахмад Афанди встретился с преподавательским составом медресы имени Абдулхамида Афанди Юсупова. Муфтия республики выразил благодарность всем преподавателям за их труд и преданность делу, подчеркнув значимость их роли в формировании будущего поколения мусульман. Ахмад Афанди отметил, что Хасаюрт, как и раньше, должен стать самым религиозным городом в республике. В советское время мы знаем, конечно, вы молодые, не все вы знаете, взрослые знают, а бал сколько усилий приложил, чтобы здесь в Хасаюрте была такая религиозная обстановка, религиозная атмосфера. Я думаю, преувеличением, наверное, не будет, если я назову, то время называли Хасаюрт как Джамил Азхар. Это тогда так было. Но так сложилась обстановка, и в последнее время чуть-чуть ситуация изменилась. Но все-таки я уверен, с помощью Аллаха тот же самый облик приобретет город Хасаюрт. Образовательное учреждение носит имя известного ученого-богослова Дагестана шейха Абдулхамид Афанди. Ахмад Афанди подчеркнул, что это был человек, который хорошо знал и любил исламские науки. Когда мы человека называем одним именем, например, предков, 70% характер того человека переходит к этому, приблизительно я говорю. Абдулхамид Афанди очень любил заниматься этим, чтобы учились. Поэтому я думаю, что Хасаюрт почему в то время так проходит? Потому что так было, да, он тоже здесь останавливался, Бахлуха Кудеев тоже делал на это акцент, внимание. И поэтому я говорю, что это заново повторится, и будет хорошо. На книжной выставке в рамках международного межрелигиозного форума с литературой, выпущенной отделом науки Муфтията Дагестана, ознакомился председатель правительства Дагестана Абдул-Муслим Абдул-Муслимов. Он высоко оценил работу составителей и издателей. Рекомендовал представить данную книжную продукцию в школах Дагестана. Отдел науки Муфтията Дагестана уже несколько лет выпускает книги и методические пособия, которые способствуют духовно-нравственному развитию школьников. В школе Ватан после уроков воспитатели используют эти материалы для проведения дополнительных занятий. Ученики знакомятся с ценностями и традициями ислама, а также развивают свои моральные качества. Данное пособие мы используем последние несколько лет и наблюдаем положительную динамику в культурно-этическом поведении учащихся, в связи с чем можем смело рекомендовать использование данного пособия в воспитательной работе общеобразовательной организации. Острые атаки, опасные удары и сейвы вратарей. Судьба Кубка на турнире среди судей и сотрудников судебной системы решалась в противостоянии команд Верховного суда и спортообщества «Кунаки». 30 минут напряженной борьбы победителя не выявили, но в добавленное время игроки в оранжевых манишках отличились дважды. Верховный суд побеждает здесь третий год подряд. 15-й турнир памяти федерального судей Кировского района Мусы Мусаева собрал 8 команд. Их разбили на две группы. Лучшие сошлись в полуфинале. Если на поле царит острая конкуренция, то за его пределами теплое общение и улыбки на лицах. Организаторы турнира организовали на высшем уровне. Это турнир на высшем уровне. Никаких бодан, никаких драк, ничего нет. Все играют. Очень комфортно. Если даже случайно где-то что-то кого-то зацепили, поднимают, пожимают руку. Это был очень, как я сказал, эталон судейной системы. Очень улыбчиво. Даже вот на фотографии посмотрите, какая у него располагающая улыбка. Очень порядочная. Мало таких, как он судей в нашей системе. Очень порядочный человек. Жизнь Мусы Мусаева трагически оборвалась на 45-м году. Для организаторов и участников этот турнир – еще один хороший повод вспомнить главу семьи, друга и коллегу. Мы решили, чтобы почаще, как говорится, вспоминать о нем, решили проводить такой турнир. Потому что мы встречаемся здесь, наши дети подросли, которые когда-то были совсем маленькими, сегодня дети играют, уже у некоторых внуки играют. Поэтому для нас это общение с друзьями, встреча, вспоминать. И очень такое хорошее мероприятие, как я всегда говорю, человек умирает дважды. Первый раз, когда останавливается сердце, второй раз, когда его забывают. Но я думаю, что нашему Мусе вторая смерть не грозит. Победителей турнира наградили памятными кубками и медалями. Вслед за командами Верховного суда Республики и клубом «Кунаки» расположился коллектив Кизелюртовского городского суда. Организаторы также учредили призы в индивидуальных номинациях. Во всей красе в этот день проявили себя не только игроки атаки, но и обороны. Поэтому лучшим футболистом признан голкипер команды Верховного суда Шамиль Шуаев. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.